Девушки отдыхают Практически полноценно. Все. Пока больше не буду ничего анонсировать. В первом части тема у нас важная. Тема связана с ЖКХ. Это одна из любимых тем наших слушателей. Но мы сегодня сосредотачиваемся все-таки не столько на таком ликбезе для жителей, сколько на ликбезе для управляющих компаний. И в нашей студии Наталья Шихмина, директор компании «Актио». Наталья, добрый день. Добрый день. И Татьяна Демина, генеральный директор управляющей компанией «Азбука быта». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем о том, как грамотно установить границы и как выстраивать отношения между соседями в многоквартирных домах. И под словом «соседи» я понимаю сейчас не соседей, живущих в двух рядом расположенных квартирах, а соседей разные дома, находящиеся на одном участке, либо жители дома и какая-то коммерческая организация, либо муниципальная организация, которая в этом доме также имеет помещение. И есть определенные сложности, есть вещи, которые иногда требуют решения вплоть до каких-то прям привлечений чиновников и судов, для того, чтобы проблемы, которые существуют, решить. Вот сегодня будем разбираться. Анна, я только хотел бы уточнить, все-таки жильцов эта тема тоже очень касается, потому что все это в конце концов оборачивается тем, что им самим приходится зачастую выяснять эти отношения, тратить свои нервы, когда нет общего понимания, что и как должно делать, куда обращаться на самом деле, сразу в суд или сначала в управляющую компанию. Зависит от инициативных групп. Инициативные жильцы есть всегда, но когда там камень найдет на... Коса найдет на камень. Коса найдет на камень, да, то возникают разные спорные ситуации. Поэтому, я думаю, это интересно всем. Вот, мы сегодня в нашей студии ждали еще представителей управляющих компаний. Сразу же, да, напомню нашим слушателям, что Азбука Быта – это компания, которая создана при застройщике, спецзастройщик «Железно». И, Татьяна, вы работаете с новым жилым фондом. Да, абсолютно верно. Мы ожидали еще компании управляющие, которые работают с уже пожившими домами, да, с такими домами, которым там 10, 20, 30 лет. Но, к большому сожалению, вот сегодня у нас гостья наша приболела, и мы, соблюдая меры предосторожности, да, попросили ее все-таки в студию не приходить. Ну, потому что такая вот... Ну, на самом деле здесь не влияет жилой фонд новый или старый. То есть проблемы одинаковые. Потому что законодательство, оно единое для всех жилых домов. Так, ну, наверное, начнем мы все-таки с участков. То есть вот тут, наверное, Татьяна нам здорово поможет, потому что, я так понимаю, проблема с межеванием одного участка, на котором расположены несколько разных домов, это проблема, которую в первую очередь как раз, с которой сталкиваются именно многоквартирные дома новопостроенные. Так ли это? Ну, на самом деле, когда управляющая компания берет дом, в любом случае есть некая придомовая территория. И вот здесь зависит, выделен этот участок или нет. Согласно 36-й статье, поправьте меня, жилищного кодекса, придомовая территория, да, должна быть, но количество домов на этой придомовой территории не ограничено. Это не значит, что один дом и его конкретная территория. То есть может быть выделен земельный участок. То есть она может быть общей? Конечно. И там может быть несколько домов. Но в таком случае принимать решение по любому ограничению или закрытию участка будут именно несколько домов. Поэтому здесь право собственников принимать такое решение, если они хотят, чтобы данный дом был только исключительно один дом на этой территории, общим собранием проводить вот межевание. О чем Наталья, кстати говоря, я тоже с удовольствием послушаю, потому что и у нас есть такие вопросы, когда дом, принципиально, например, актив дома появляется, мы хотим, чтобы наш дом был только на одном нашем земельном участке. и это было общедомовым имуществом. Чтобы мы с этим участком могли сделать то, что решили мы. Да, совершенно верно. Именно так, да? Да, но в последнее время бывают только исключения. Возможно, вот как у вас, Татьяна, что несколько домов на участке может располагаться. Так-то это один дом, один участок. Но если все-таки касается, что на участке несколько домов, у нас сейчас данные работы по разделу участков под многоквартирными домами проводит структура, которая работает при администрации города Кирова, это МАО «Архитектура». И, соответственно, там тоже интересная история. Буквально я со своим домом столкнулась, я живу на Дружбе, на нашем участке расположено три жилых дома. Мне звонит председатель дома и говорит, вот нам архитектура выслала документы, подскажи, посмотри, что тут происходит. Но если несколько домов, соответственно, должен быть протокол собрания всех жильцов, всех домов, всех трех, которые находятся. Это должны быть три разных собрания или одно общее? Одно общее собрание, так как у нас один объект недвижимости, один земельный участок. И очень часто, особенно под старым жилым фондом, когда несколько домов, участки сейчас не будут соответствовать нужным требованиям, чтобы их разделить. Там и проект планировки, и все там это документация, о которой сейчас не будем говорить, но технически и законодательно это невозможно. То есть бывают такие ситуации? Потому что там должны быть обеспечены проезды ко всем домам, то есть вся инфраструктура. А очень сложно соблюсти. У нас есть вот в производстве, судятся уже второй год, мы экспертизу делали, судебный, все. Ее там строят, когда два дома, для них одна детская площадка, там еще появляются какие-то гаражи, еще что-то. Как ее поделить? Ее как поделить? Ее как поделить. И те хотят, и другие хотят. Парковки общие, да? Парковки общие. Там же из расчета идет все. То есть это очень сложно бывает в последнее время. Так. И как же выходит из этой ситуации в таком случае управляющая компания? Ну, то есть если это одна еще управляющая компания, тут понятно, да, еще как-то можно договориться. Ну, конечно, Наталья сейчас рассказала достаточно тоже действительно сложный момент. Три дома, потому что собрать три дома, и если... Один ты не соберешь. Даже если мы их соберем, в любом случае найдутся те, которым не нужно будет то, что нужно первому дому. Да. И здесь это можно уйти в бесконечное собрание и не принять никакое решение. Это будет фильм «Гараж». Да, совершенно верно, точно. Вот прям сказано. Вот. У нас особенность какая, поскольку мы все-таки жилые комплексы. Наталья как раз говорит о некой точечной застройке, когда дома разрозненно, ну да, рядом находятся. Так как у нас жилой комплекс, у нас не возникает таких явных споров. Но даже мы имели в практике такой вопрос, когда есть два дома на одном общем участке, и у них действительно одна детская площадка. Но здесь наша работа, активность этих двух домов, мы действительно коллегиально, дружно решили, что этот дом и тот, и другой будут содержать эту площадку, и является эта площадка общедомовым имуществом этих двух домов. А нет ли споров, например, с парковочной территорией? Ну то есть вот... Слушай, даже когда один дом, одна территория, там споров, тьма всегда по парковке. Это вообще извечная тема, да. Мне кажется, сколько бы коэффициент парковок ни делать, он всегда будет не устраивать. Он всегда будет мало. Вы знаете, даже при нашем коэффициенте, который сейчас есть у компании-застройщика железно, и я действительно иногда сравниваю с другими домами, говорю, ну как же так? Ну действительно, объём, я не знаю, либо уже в каждой семье действительно несколько автомобилей, да, и вот это вот ещё желание поставить поближе. Я не хочу пройтись. По подъезду, конечно. Хотя парковка, действительно, стараемся же выносить парковки теперь не внутри дворов, но это опять наша тенденция для того, чтобы делать безопасный двор. Но даже в таких случаях иногда некоторым лень поставить, поэтому начинается борьба вот за эти места. Ну и в старом жилом фонде, если говорить о нём, там вообще беда, если привести, например, так же мой дом, наши три дома, сзади два дома, впереди два общежития, и рядом там очень плотно жила застройка. И у всех машин. И, по сути дела, всё, люди, кони, всё уже перемешалось. Непонятно, где какой участок, но у каждого доходит до смешного, на дверях висит объявление, продаю парковочное место. А, так всё же их продают. Какое парковочное место, если это территория многоквартирного жилого дома, ведь и огораживают, и всё, да, и... Ну это уже обычные столбики, цепи вешают, да. Абсолютно точно. Ну, чтобы продавали впервые, если считаем. Ставят шлагбаумы. Есть такое, да. Есть такое, ставят шлагбаумы, но шлагбаумы у нас, это вообще отдельная история. А сейчас мы к ней обратимся. Ну, с парковочными местами, если подземных авститаянок нет, это понятно, все ближайшие улицы, всё это в машинах. Бывает ни скорой, ни проехать, ни дворы, ни почистить, ничего. Мы сейчас сделаем перелив на небольшие анонсы, и вернёмся к нашим гостям, и будем говорить как раз про шлагбаумы и про огораживание территории. Наталья Ашихмина, директор компании «Актион», Татьяна Дёмина, генеральный директор управляющей компании «Азбука быта» у нас в гостях. Мы говорим о том, каким образом выстраивать взаимоотношения на жилой придомовой территории, если собственников этой территории несколько. Несколько домов расположены на одном участке. Наталья до перерыва сказала про шлагбаумы, и это действительно очень такая болезненная тоже тема. Она болезненная даже, когда дом один на участке, да, и перекрывается въезд, кому-то не хватает места там внутри, а за шлагбаум платят все. Да, вопрос. А вот бывают ситуации, когда несколько домов, огораживается территория, ставится шлагбаум, и оказывается так, что к какому-то из домов проезд, ну, как минимум, затруднён. Затруднён, да. А может оказаться и так, что он вообще невозможен, или такого не бывает? Ну, такое встречается. Если вот приведём опять пример, мой микрорайон, где я живу. Дружба. Да, дружба. Там каждый у нас дом отгородил себе территорию парковки, но если мы вернёмся к жилищному кодексу и понять территорию многоквартирного жилого дома, то должны также вот собственники всех домов, которые находятся на этом участке, протоколом утвердить, что да, мы устанавливаем шлагбаум в этом месте, плату за него, и самое главное, нужно согласовывать с пожарниками, там, со скоростью, чтобы был обеспечен доступ, ну, с экстренными службами, со всеми, да. Ну, с экстренными службами, со всеми, да. Там, слава богу, он как не закрыт у нас, но бывают ведь и такие случаи, что экстренные службы проехать не могут. Так. То есть всё должно быть установлено и согласовано. А каким образом это согласовывать? Ну, то есть как ещё провести общее собрание и собрать жителей там всех домов? И чтобы у всех интересных совпали ещё. Управляющие компании, жильцы, наверное, себе представляют, там, старшие по домам и прочее. А как согласовывать со службами-то с этими? Там вообще непонятно, куда их звонить. А не прописано нигде, на самом деле. Да, это не прописано, но вот есть такая пометка, что, да, необходимо согласовать, но алгоритм моего определённого нет. Рекомендовано. У нас же любят добавлять. Рекомендовано. А процедура, она не определена, действительно. Поэтому это, опять же, каждая управляющая компания совместно со своими жителями определяет, действительно, как мы будем обеспечивать доступ скорой помощи, пожарным. А с другой стороны, надо понимать, если это какая-то, не дай бог, ситуация, то никто не посмотрит. Шлагбаум тут нет, он просто напролом может проехать. То есть снести его? Конечно. А слушайте, ну вот мне кажется, что таких-то ситуаций в Кирове ещё не было, чтобы сносили. А были ли проблемные ситуации, когда, например, кто-то не смог проехать, действительно, из экстренных служб, и после этого шлагбаум демонтировали каким-то решением территориального управления? Это вообще реально? В нашей практике не было, но вы абсолютно правы, да. Если такие вещи в городе встречаются, это 100% будет предотвращено. Территориальное управление, они тоже имеют свои службы надзора и контроля, и жители, которые понимают, что, допустим, данный шлагбаум ограничил въезд кому-то из жителей другого дома, они обязательно обратятся в органы местного самоправления, и территориальное управление, органы местного самоправления не оставят это без внимания, будет выдано предписание. Управляющей ли компанией, председателю ли дома, это ССЖ, и обязаны будут доступ открыть. Такие случаи точно в городе были, потому что и ликвидировали, и сносили, так сказать, просто и судебные дела были. Сейчас я не могу сказать точно, у каких домов, потому что довольно давно было. Но это были такие случаи. Практику, если поднять, есть. Но если кроме шлагбаума бывает, что устанавливают там бетонные плиты, еще что-то, это уже бывает. Была такая практика с нашим как раз домом Тургенева, 28, и по соседству Сурикова, не помню номера домов. Это район Дворца Пионеров. Абсолютно кто-то, вот прям действительно вот это бетонный блок. Что мы получили? Мы тут же получили предписание от территориального управления, причем это была не наша придомовая территория, но тем не менее жители двух домов организовали, и ту управляющую компанию, которая позволила оставить этот блок, ее заставили демонтировать. Ага. То есть все-таки вот за этим следят? Следят. Законность, она присутствует. Вроде как и рекомендовано, но когда наказать захочется, это сразу в обязательный порядок. Там и судебное было разбирательство. А могут обязать только демонтировать, или могут еще какие-то штрафные санкции наложить? Вот за самовольничение такое. Ну штрафная санкция, конечно, есть, но в первую очередь нужно предотвратить, обеспечить свободный доступ. Поэтому в первую очередь это идет демонтаж, а дальше уже в зависимости от переговоров, да, и как примет решение территория управления. Да, Наталья, а вот в таком случае, смотрите, если шлагбаум, например, все-таки хотят установить и понимают, что дом не один, и может быть ограничение какое-то для движения, возможно ли как-то это согласовать? Ну то есть, я не знаю, там, понятно, общее собрание, там, да, должно быть какое-то решение собственников, в две трети, наверное, да, собственников должны проголосовать. Вот, но при этом нужно ли все-таки еще заручаться каким-то согласием от администрации? Нет, 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 нет. Согласие от администрации не нужно, но скажу по поводу проведения собрания. У нас же люди, которые проживают в домах, это не факт, что собственники проживают. И тут еще нужно истинных собственников выискать, потому что нужно понимать, что дело может пойти дальше, там, и в администрацию, и в суд, и чтобы не было... Фальсификации. Потом фальсификации, кстати, в последнее время, Татьяна, возможно, читали, у нас несколько уголовных дел заведено, вот именно фальсификации протоколов общего собрания многоквартирных жилых домов. Известная тема. А, то есть это управляющие компании, когда, например, не явилось достаточное количество собственников, а нужно принимать какое-то решение, просто там за этого собственника кто-то ставит галочку. Вот мы, когда проводим, помогаем собирать документы для общих собраний, там это заказы, выписки из Россереза. Если квартиры там старые, там запрашиваем в быты и справки, там тоже есть определенный алгоритм. Это не просто так, прошел по квартирам, собрал подписи... Только собственники принимают, безусловно. Да, собственник может вообще в другом городе. Да, поэтому и мы выискиваем таких, созваниваемся, говорим о том, что вот сейчас будет собрание, только сами собственники, абсолютно верно, две третих, а это много. Скажите, пожалуйста, законодательство, вот я, насколько помню, менялось, и вроде бы разрешалось выбирать каких-то там, я не знаю, представителей, что называется. Ну, это тогда нотариальная доверенность. То есть это должна быть обязательно доверенность? Есть звоночек у нас? Хорошо, ну давайте мы примем его, не знаю, по теме нашего эфира или нет, но, во всяком случае, вопрос выслушаем, и человеку угодим, может быть, совет. Добрый день. Добрый день, Надежда. Да, Надежда. Я насчет шлагбаумов. Так. Вот у нас есть правило благоустройства, и одновременно по решению собрания можно сделать шлагбаум. Ну, нужно прийти к чему-то одному. Если в правилах благоустройства запрещается ставить шлагбаумы, тогда не будет проблем ни с скорой помощью, ни с пожарными машинами, и отменить вот это, саму прав, что ставить шлагбаумы. Да, в правилах благоустройства, Надежда... Алло. Да. Надежда, вы уверены, что в правилах благоустройства прописано, что шлагбаумы запрещены? но они как-то вяло себя ведут. Подождите. Не запрещают, не следят за этим. Надежда, правило благоустройства – это документ, разработанный органами местного самоуправления, а есть еще гражданский кодекс и жилищный кодекс. Поэтому все дома принимают решение исключительно согласно жилищного кодекса. А жилищный кодекс четко прописывает, что ограничение территории установка шлагбаума, а это ограничение территории, возможно, исключительно по решению собственников. И, к сожалению, правила здесь не играют никакой роли. Тогда для чего они придумывают? Так подождите. Там есть другие пункты. Там сказано про шлагбаумы, что ли? Это правила, в которых есть и другие моменты, которыми руководствуются в любом случае. Нет, конкретно там про шлагбаумы сказано. Есть, как правильно, юридически, когда есть высший закон, иерархия закона, по которым руководствуется. Да, это выше, чем правила кодекса жилищного кодекса. Но там я еще раз спрашиваю. Там про шлагбаумы конкретно сказано. Там сказано про ограничение пользования участков. Но не про шлагбаумы. Надежда, Надежда. Поэтому это город решает, или пусть завтра собрание решает. Да, Надежда, спасибо большое за вопрос. Вот это, пожалуйста, спорные моменты. Спорные моменты такие, в которых жильцам очень сложно разобраться. Там понятно, там не написано в жилищном и гражданском кодексе слово шлагбаум. У нас шлагбаум подразумевает ограничение пользования участка. Совершенно верно. Потому что те же бетонные блоки, что все прописано, что мы шли граждан. К ограничению может относиться также пресс, какой-то техники, забор, еще что-то. Это все относится к ограничениям. Это тонкости. Это действительно работа с собственниками, умение им объяснить. Потому что вот если кто-то там... На стене тоже написано, да, поэтому нельзя руководствоваться какими-то только правилами. Еще раз говорю, есть конкретные нормативные документы для принятия решения на уровне законов. Еще об общей территории. Я бы хотела сосредоточиться на моменте, мы сейчас говорим про жилые дома, если несколько жилых домов на одном участке. А бывает ведь такое, что жилой дом расположен на территории рядом с каким-то офисным зданием, или рядом с каким-то непредприятием, конечно, промышленным, но может быть что-то там... Те же самые. То есть это то же самое работает. Абсолютно. Ведь есть дома, где есть нежилое помещение. Опять же, да, у меня, видимо, уже настолько большой жилой фонд, что я действительно обладаю достаточно серьезным опытом. Есть новостройка, где вот сейчас, буквально неделю назад, закончилось собрание по установке шлагбаума. В этом доме значительную часть площадей занимает нежилое помещение, коммерческое помещение, которое проголосовали категорически против закрытия, потому что это либо будет общепит, либо это будет магазин, и, конечно, им же... То есть доступ нужен, и доступ будет... А жителям как раз не хочется, чтобы, да, вот это ездили постоянно. А жителям не хочется. И вот здесь просто перевес в активность голосования самих жителей, и, соответственно, жители активно проголосовали, и решение все-таки две трети принято в пользу собственников. Вот она, демократия в действии. Демократия в действии. То есть они как бы отказали в установке шлагбаума, получается? Нет, наоборот. Совершенно верно. Сейчас мы готовим коммерческое предложение по монтажу, и мы будем устанавливать, потому что у нас есть законный протокол, в котором принято решение, и, к сожалению, нежилое коммерческое помещение, несмотря на то, что они голосовали против, обязаны будут подчиниться требованию большинства. А, Татьяна, можно вот еще уточнить, вот насколько я помню и знаю, у нас шлагбаум нельзя будет установить, если это был бы единственно возможный проезд к этому помещению, значит, у них, возможно, у коммерческого помещения другой проезд есть в этом случае, подъезд к своему помещению, помимо того, как через общую территорию дома. Вот про это ограничение я сейчас не скажу, но, по-моему, там у нас, да, есть проезд. Вот если бы не было другого подъезда к этому помещению, тогда бы нельзя было устанавливать шлагбаум, потому что они иначе не могут, ни с вертолета же не будут залетать. Нет, так ведь у них есть, у них тоже же есть доступ к ключам от шлагбаума, то есть они сами-то могут подъехать. Тут вопрос в другом, вопрос в том, что каждому клиенту неудобно будет дать ключ. Они как собственники помещения высказали свое мнение, но мы сейчас же, да, мы же обеспечиваем этот доступ, то есть они также точно получат возможность открытия. Они получат, у них такие же права, как у жильцов, просто у них-то, они-то думают о своих, как бы, клиентах, получается, да, что каждому не скажешь. Если это еще офис, тут понятно, да, можно, например, встречу назначаешь в офисе, сказать человеку, либо номер телефона, который нужно набрать там, да, либо выйти открыть. Ну, да, вот я это знаю, что потому что мы делали как-то судебную экспертизу по дому, через территорию многоквартирного дома хотели организовать проезд к производственной площадке. Тут делается очень хороший, ну, такой глубокий анализ документов, как этот участок формировался, есть ли к нему другие проезды. Да, собственнику этой промышленной площадки было удобно напрямик с улицы Воровского проехать на свою территорию, но мы при подготовке экспертизы нашли еще пять вариантов проезда, и, соответственно, суд отказал. Если бы это было единственное возможное, суд был бы на их стороне. Ну, это частное мое, пришлось бы ездить через двор. Но это вот у каждой управляющей компании надо учитывать эти все тонкости, когда возникает вопрос. Обязательно сразу, в первую очередь, берем и смотрим, как ограничены границы земельного участка. И только исходя из этого возможно принимать решение. То есть у нас сейчас специалисты управляющей компании тоже должны очень многими знаниями обладать, которые раньше возможны, не требовались. Ну, потому что ситуация следующая. Если, например, принимается ошибочное решение об установке того же шлагбаума, это же тоже не бесплатная история, дорогостоящая. А потом выносится решение о том, что он установлен вне закона и надо его демонтировать. Зачем нам такие риски нести? То все эти средства затраченные, они же, получается, затрачены впустую, и они фактически... Ну, жильцы же не будут оплачивать то, что у них... Поэтому я с большим уважением отношусь к таким специалистам, которые очень глубоко проработывают. Ну, для того, чтобы принимать решение, да, мы всегда подходим к этому вопросу. Не на авось. Да, потому что... Полторы минуты перерывчик у нас. Да, и мы вернемся, и как раз сейчас будем говорить о взаимоотношениях собственников квартир, жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирном доме. Наталья Ашихмина, директор компании «Актион», Татьяна Демина, генеральный директор управляющей компании «Азбукобыт» у нас в гостях. Говорим о взаимоотношении соседей в многоквартирном доме. Сейчас переходим как раз к вопросу о собственниках, о том, как выстраиваются отношения между собственниками квартир и собственниками нежилых помещений. Это могут быть офисы, это могут быть магазины, это могут быть заведения общепита, это могут быть какие-то социальные организации, детские какие-то, муниципальные или коммерческие, но такого социального направления, либо спортивного, либо образовательного, разные совершенно. И я так понимаю, что закон одинаковый для всех. Абсолютно верно. То есть неважно, собственник квартиры ты или собственник нежилого помещения, ты одинаковые права и обязанности имеешь. И вот здесь большой вопрос с тем, как появляются и как меняются вот эти нежилые помещения, потому что хорошо это, когда, например, от застройщика нежилое помещение, Татьяна, да, наверное, как у вас, когда собственник еще на этапе застройки выбирает себе какие-то площади и понимает, что там будет внутри. А бывает в старом жилом фонде совершенно по-другому. То есть кто-то выкупает помещение в первом этаже или арендует, в цоколе там, да, еще как-то. И ему для своих нужд необходимо, например, сделать перепланировку, да. И вот эта вот история, она вызывает неприятие такое, да, и сопротивление жильцов, собственников всех остальных помещений в этом доме. Как в таком случае решаются конфликтные ситуации и там, я не знаю, на чьей стороне правда может быть? Ну, если мы возьмем обычную перепланировку, когда у нас не затрагиваются там ни несущие, ни капитальные стены, там дополнительные проемы не делаются. Согласуясь, все точно по такому же порядку, как и перепланировка квартир. Через органы самоуправления. Да, через разрешение, через акт приемочной комиссии. Но если, как у нас любят магазины, магнит и пятерочка, они же работают как федералы, мы с ними просто сталкивались, они приезжают, начинают сносить на первом этаже или в цоколе несущие стены, делать дополнительные проемы. У нас в этом случае по законодательству требуется согласие 100% собственников всего дома. То есть они каждую квартиру должны обойти. Это изменение конструктива. Да, это изменение конструктива, потому что ведь еще бывают такие технические моменты, вот, как я знаю, блеснущая знаниями диафрагма жесткости в некоторых домах есть. Там, в принципе, даже при 100% невозможно сделать. Там идет нарушение устойчивости дома, еще что-то. Но жильцы это понимают, что это техническая безопасность дома. Сколько у нас случаев? А мне кажется, что в этой ситуации, когда, например, на первом этаже, ну пусть дом даже пятиэтажный, владелец или там арендатор помещения говорит, я собираюсь снести несущую стену, ну невозможно получить согласие всех собственников. Нет, из практики невозможно. До 50 квартир еще можно попробовать. Но когда люди приходят из домов чистых прудах, где по 300-500 квартир в домах, не обойти. Это нереально вообще. Нет, ну вопрос такой. Тут вообще не согласятся. Ну, появляются, они многие на незаконных основаниях, но все, наверное, наслышаны о случае в начале улицы Воровского, не помню, номер дома. Я понимаю, в каком доме идет речь. Вот я первый случай в практике своей встретила, что там через суд жильцы опротестовали и собственника помещения заставили вернуть в изначальное состояние. Так вернул ли он? Ну, это я не знаю. Ну, пятерочка сейчас там работает. То есть магазин работает? Ну, просто жильцы инициативно оказались, и они настояли на своем, они в принципе-то правы. Ну, потому что они здесь живут. Ну, так кончено, да. Можно ведь обеспечить доступ, проверить, так ли все происходит на самом деле. То есть должен быть в любом случае согласованный проект даже на такую перепланировку. А вот у меня, да, простите, пожалуйста, вопрос. А все-таки вот собственник нежилого помещения или арендатор нежилого помещения, он к управляющей компании, которая работает на доме, относится так же, как обычные жильцы? Ну, то есть он тоже обязан выполнять какие-то распоряжения в принципе точно такой же собственник помещения многоквартирного дома и такие же требования и законы к нему применяются. То есть он не может сказать, идите там жильцами занимайтесь, а я тут сам посидел. Нет, он может сказать, но результат у него от этого не появится. Это что касается перепланировок. Есть еще ведь история, та же самая, что мы говорим по закрытию территории общей, но уже внутри дома, когда арендаторы либо собственники нежилого помещения перекрывают доступ к каким-то коммуникациям или, например, ну вот в старых жилых домах, в пятиэтажках, я знаю, в подвалах раньше были кладовки, например, да, и выкупается какая-то, например, часть подвала, и доступ к этим кладовкам запрещается. Есть такая проблематика, просто знаю по опыту у других управляющих компаний, даже есть у нас ряд таких коммерческих помещений, где находятся, например, какие-то важные инженерные коммуникации. в случае аварии, в случае аварийной какой-то ситуации, собственник обязан предоставить доступ, но вопрос реагирования будет там, а если собственник находится, не знаю, в другом городе, то есть эта ситуация такая имеет место быть, и, к сожалению, действительно, она чревата рисками. Еще один звоночек у нас, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Игорь. Так. Я бы хотел сказать очень большое спасибо Наталье Шихминой. Вот она в первом получасе упоминала, что два дома судятся. Так. Я председатель одного из этих домов. ЖК Вяптевал. Так. И Наташа сделала очень правильную экспертизу о том, что невозможно разделить два участка. Но суд первой инстанции не принял ее экспертизу и принял другое решение, которое в конце концов было протестовано в областном суде. Так. Так что Наташа очень правильно сделала свою работу. Спасибо. Спасибо, Наталья. У нас бывает настигает благодарность в эфире прямо, да. Участков. Наталья, большое спасибо вам. Спасибо. Очень грамотно. Спасибо, Игорь. Растольная у меня бумага. Спасибо большое. Растольная бумага. До свидания. Так. Возвращаемся все-таки к коммуникациям. То есть это чреватая история, это такие риски, да, которые человек на себя принимает. Опять же, вот с точки зрения юридической, обязать его, обеспечить доступ как-то возможно или нет? Нет, ну то есть вот уже сделаны работы, уже проведен ремонт, например, да, и человек говорит, да что вы, я тут всегда как бы в городе, да, и я по первому вашему зову явлюсь, если что, у меня ключи здесь, и я сразу же мгновенно, значит, всех, кого надо, пущу. Ну, я бы тут рассмотрела эту ситуацию. Изначально, то есть это помещение, независимо от того, новый, старый дом, нужно уже формировать эти площади коммерческие с учетом доступа вот к этим местам общего пользования, чтобы не зависели, там эти управляющие компании не зависело от прихоти этого собственника. Но большинство это жилого фонда, особенно старого, именно имеет такую проблематику. Здесь опять договоренность. Ну, тут гражданско-правовые отношения. То есть обязать вот этого собственника, если нет возможности, например, ему сделать отдельный вход, да, и отдельный вход в то помещение, где находятся коммуникации какие-то, общедомовые или еще что-то, если нет такого возможности, обязать его, обеспечить доступ невозможно. То есть сказать, сказать, что вот нет, ты здесь оставляй, пожалуйста, свободный проход и не закрывай эту дверь, так нельзя. Нет, она будет в любом случае закрыта, поскольку это его собственность. Но еще раз повторюсь, в случае каких-то аварий он понимает, что он должен будет обеспечить доступ. Ну, мы в такой ситуации просто я был, я находился на первом этаже на улице Герцена в новом доме, у нас просто был запасной ключ у председателя КСЖ. Да, здесь договоренность. Да, договоренность. Просто такая договоренность. Никогда никто этим не злоупотреблял, правом, если возникала ситуация, все знали, что есть у... У нас вот в доме объявления на этажах висят, что там ключи от технического этажа еще где-то находятся в такой-то квартире. Ну, то есть обычно это либо старший по подъезду, либо старший по дому. Да, договориться всегда можно. Здесь уровень договоренности. Главное, чтобы шли на контакт все-таки собственники этих помещений. Мне кажется, здесь тоже взаимная заинтересованность. Да, от людей много зависит. Если он понимает, что и его помещение сейчас пострадает. Если там, скажем, какой-то там связанный с водоотведением узелок, то вы можете так затопить, Ну, понятно, да, чтобы там потом... Чем раньше обнаружили, тем лучше. За ремонт отдашь весь бизнес и еще кредит возьмем, что называется, да. Еще одна вещь тоже важная, то есть перепланировки раз, доступ к коммуникациям два и история с придомовой территорией, которую некоторые там либо собственники, либо арендаторы нежилых помещений приводят в негодность. То есть мы обсуждали этот вопрос и с управляющими компаниями, задавали они, да, и с жильцами мы его обсуждали. Те же самые продуктовые магазины, расположенные на первых этажах. К ним подвозят продукты. Если это небольшой магазин... Заезжают на татуары, заезжают еще куда-то. Разбивают дорогу, портят газоны. Ну, там обычно такие фурочки-то ездят, там никакой газон не выдержит. В конце концов, это просто опасно. То есть бывает, что тут, например, на придомовой территории дети гуляют, да, и едет, например, в фура. Ну, просто страшно, да. Да еще и задом. Еще и задом бывает, сдает, совершенно верно. Но вопрос больше у жильцов и управляющих компаний касался вот чего. Если фура, например, разбила тротуары, испортила газон, там, да, повредило дорожное покрытие, вот это вот на проезде, можно ли обязать собственника нежилого помещения в таком случае оплатить какие-то ремонтные работы и благоустройство? О, это можно уйти в долгие судебно-разбирательства, но тем не менее, здесь явная бдительность управляющей компании и самих собственников. Если мы зафиксировали все грамотно, есть акт и есть вот этот случай, фиксация этого случая, то, конечно, можно все это предъявить. Ну, надо в этот момент просто застать вот эту фуру на газоне, на тротуаре. Просто так ты потом не докажешь. Ведь и у нас такие бывают моменты, когда спецтехника чистит, что-то там в зимний период времени мы можем и бордюр нарушить, и все, и даже к нам собственники обращаются, а кто это будет? Почему должен я, если это сломал техника? К сожалению, если я не увидела в этот момент, конечно, я уже предъявить не смогу, и это будет исправляться за счет средств управляющей компании. Так же точно и здесь. Здесь очень важно в этот момент зафиксировать. К сожалению, это так, потому что должен быть акт комиссионный, да, и виновника, чтобы можно было потом за это наказать. Жильцы должны быть будительны. Да. И в любом случае вот эта вот история, она именно между собственниками. То есть, если, например, кто-то арендует помещение в доме на первом этаже или в цоколе, и при этом там, да, нарушает вот что-то с точки зрения благоустройства или дорожного покрытия, отвечать за это все-таки будет собственник помещения, а не арендатор. Ну, какие у них взаимоотношения там по супоренде, мы же тоже можем этого не знать, но взаимоотношения управляющей компании, безусловно, с собственником этого помещения. Мы будем выставлять претензию собственнику, а уж как там собственник будет с арендатором решать. Наталья, есть ли еще какие-то такие спорные моменты, которые возникают? Да, я хотела бы тоже рассказать про проезд машин, вот фур через территорию многоквартирных домов. Тоже есть у меня случай, что жилой комплекс, ну, жилой район, это в юго-западе у нас, и очень плотно там такая застройка, и в одном из домов, в крайней мере, там у нас находится магазин «Магнит». И они вместо того, чтобы заезжать с улицы Московской, заезжают там через двор, все им просто удобно. И быстрее, может быть. И понятно, там тоже дороги все время разбиты, и все, но тут тоже нужно решать уже собственником вот этих домов. И когда собственник сдавал в аренду магниту свое помещение или продавал, тоже должны быть, мне кажется, там это гражданско-правовые отношения, должны быть прописаны такие моменты. Ну, почему? Вот я просто сама наблюдала случай, как это фура, зима, плотная парковка, они пытаются еще стоять, ругаются с владельцами машину, бери тут машину, нам не проехать. Ну, вот такие отношения тоже нужно фиксировать, и тогда, ну, меньше будет вопросов к управляющей компании, вот, ремонтируйте нам двор там два раза в год. Так нам фуры разбивают. Надо же понимать, да, нагрузка фуры, представляете, как это. Ну, конечно, мы видим их все, они же большие. Мало ли что нам удобно. Мне тоже, как я говорю, мне удобно, я хочу квартиру рядом с Красной площадью, но у менять ее там нет. Так, кстати говоря, а собственник помещения, прежде чем сдавать его продуктовому магазину, там еще кому-то, в аренду, например, он обязан согласовать свои действия с управляющей компанией? Нет. А поставить в известность управляющую компанию? Тоже нет. Закон законодательно нет. Хотя некоторые у нас пытаются притянуть тоже случай с практики, что собственнику инициативная группа жильцов предъявляет требование, что вот вы должны с нами согласовывать, кого вы будете пускать сюда в помещение. Каким ли мы видеть здесь того или другого? Но закон, закон все-таки в этой ситуации не регламентирует и не заставляет. Благодарим Наталью Ашихмину, директора компании «Акционы», Татьяну Демину, генерального директора управляющей компании «Азбука быта» за познавательный наш сегодняшний эфир. Спасибо большое управляющей компании. Вот, пожалуйста, пользуйтесь, ликбез для вас. Спасибо. До свидания. До свидания всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Акционы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова